Хотя я тебе вот что скажу, она была права насчет тебя. Может и правда всего лишь толпанная машина, но уж точно больше не человек. Ты конечно никогда особо и не тянул, но господи Иисусе, только взгляни на себя сейчас! Чьё лицо скрывается за этим шлемом, пророк? Или у тебя больше нет лица? Крайзис 3 Ну, всё, открывайся! Фух! Привет, пси! Мне так и придётся сражаться вместо тебя. Послушай, не было и дня, когда мне не хотелось быть на твоём месте. Даже с этой толпанной мутацией, что творится под твоей кожей. Я бы... я бы взял это на себя. Давай. Что давай? Возьми мутацию на себя или что? К чему этот комментарий был давай? Нет, ну русская озвучка, конечно, полная... полный... полный капец. Ничего больше сказать не могу. Ух ты! Ничего себе тут бойня произошла. Неплохая. Неплохая бойня. А это что? Какая-то машина. Ну давай, псих! Ну нет тут никого. Ну прекрати шкериться. Давай, давай. Пророк идёт впереди тебя. Ну быстрей уже. Ну? Ну? Ну что? Двигайся! Ладно, я пойду искать. Видимо, наверное, мне что-то нужно найти, а он тут так и будет стоять. Хотя цель у меня на нём стоит, а нигде... нигде-то ещё. Они бы запихали меня в эту штуку. Вопросы и не... В этом есть суть данная кольцома, да? О, наконец-то пришёл. Опять у нас тут какие-то видения. Видения, видения. Смотрите-ка, забегал. Забегал, наконец-то. Ну давай уже. Ой, невозможно с этим психом ходить, честное слово. То он бежит, то он ходит. То ещё не пойми чего. Давай, ну, псих, скорей. Сколько можно. Когда уже мы найдём эту комнату? Вот. Нет, это он бежит. Ещё какие-то данные мы всё время... Да, опять он выкинул эту пушку. Я его сейчас изничтожу. Так, вот. Сбор данных. Отлично. Не знаю, что это за данные. Надо будет потом поглядеть. Видимо, в меню там... Открывай. ...что-то у нас... ...будет открыто. Или предыстория какая-то. О! Похоже, тут всё и происходило. Вы грязные ублюдки, Сэл. Я заставлю вас заплатить за всё. Где вы, мать вашу? Где? Да нету их здесь. Нету. Псих? Если я найду ублюдка из Сэл, который сделал это, я прикончу его. Клэр, открой дверь. Погоди. Ты в порядке? О, да. Похоже, на этом столе его выдирали. Калибров Казан, Сарных дачек. Небольшая задержка. Компенсация. Мы на месте. Заблокировано. Садись. Мы должны быть уверены. Разблокируем костюм, мы нарушим защиту, и наночастицы изменят маршрут. Если технология цепов уже там, то кто знает, кем он станет? Уверен, что справишься, Палс? Давай. Доступ к системам восстановления памяти. Перекраска. Это было рискованно. Мы запустили процесс глобальных изменений в твоем организме. Но у нас не было другого выхода. Запресса идет. Мы должны были сдать с ним. Мы поставили блокировку на твои рецепторы. Твой мозг будет защищен. Без них коллективный разум поглотит тебя. Ладно. Давай вытащим его. Блокаторы допамина убраны. Я реализирую критические изменения между системой. Сейчас он, по идее, сможет установить контакт с цепом. Что это? Майкл. Не надо. Не надо. Почему бы нет? Не поможет. Сепарирование. Нано-костюм полностью снят. Объект 8А. Сержант Майкл Сайкс. Все еще функционирует. Почти на оптимальном уровне. Но... Ожидается ускоренная деградация. Ты... Ты сделала это со мной. Майкл. Послушай меня. Именно ты стал причиной. То есть, я сражаюсь с Элл из-за тебя. Знаешь? Вот почему ты так старалась. Или ты притворялась. Из-за этого, да? Из-за чувства вины. У меня не было выбора, Майкл. Программа с Элл. Мы были по уши в долгах. Но ты же знаешь, как все это делается. Мне пришлось сделать это. Мне пришлось слушать их крики день за днем, день за днем. Я отдаю отчет в своих действиях, поверь мне. И мне предстоит с этим жить. До конца моих дней. Представь. До конца моих дней. Майкл. И угрызение совести все исправит, да? Если тебе так жаль, Клэр. Почему я узнаю об этом вот так? Почему нельзя было просто признаться? Псих, послушай меня. Ты знаешь, как это работает. Ты знаешь, что у нее не было выбора. Она делала то, что ей приказывали. Нет выбора? Просто делала то, что ей велели? Выполняла приказ? Да кто это говорит, пророк? Хотя я тебе вот что скажу. Она была права насчет тебя. Может, да и правда всего лишь долбанная машина, но уж точно больше не человек. Ты, конечно, никогда особо и не тянул, но, Господи Иисусе, только взгляни на себя сейчас. Чье лицо скрывается за этим шлемом, пророк? Или у тебя больше нет лица? Нам всем пришлось принести жертвы. У тебя был выбор, приятель. У всех есть выбор. Теперь ты знаешь все, что должен. Помнишь? Всех, кто умер под твоим началом, потому что ты просто выполнял приказ. Потому что у тебя не было выбора. Совсем как она. Психия. Я ваш приятель. Бери свой костюм и иди сражайся сам. Как всегда. Майкл, подожди. Нет, Клэр. Он прав. Отпусти его. Что же, внесли такую небольшую ложечку драмы. Мы наконец-то нашли что-то о восходе Алой Звезды. Слушайте. Архангел – ключевой элемент управления в новой беспроводной энергосети СЭЛ. Но это далеко не все. Система может совершить мощный выброс через энергетическое оружие массового поражения. И это гарантирует уничтожение не только враждебных элементов, но и всего населения мегаполиса. Есть протоколы изменения задач Архангела для получения альтернативных результатов. Когда результат станет угрозой стадии 3, Архангел запустит самый агрессивный набор протоколов. Восход Алой Звезды. О боже, они собираются стереть Нью-Йорк с лица Земли. Полная орбитальная аннигиляция. Что-то я немножечко не понял. Эээ, Москва хочет уничтожить? Эээ, немножечко я как-то... Надо бы вам разъяснить ситуацию. Восход Алой Звезды. Улица Перл, два моста Нью-Йорка. Эээл не может убраться с моего пути. Всем выйти на периметр. Ты зря тратишь время. Нужно спасти как можно больше жизни. Нет, это не имеет значения. Лингшан не повторится. У Архангела огромный запас энергии. Они закачают ее обратно в Альфа Цефа и... Прожгут дырку в земле. Земля просто исчезнет. Что мы можем сделать? Подключись к носителю разума Цефов. Если я заберусь к ним в головы, возможно, я смогу остановить пробуждение и усыпить их снова. Если не будет угрозы Цефов, Цел надзовет Архангела. Забираешься подключиться к Цефам? Пророк, тебе было трудно преодолевать их влияние, даже когда твой разум был защищен. А теперь эти предохранители сняли. Ты можешь превратиться во что угодно. Принять любую форму. Представь, что ты станешь Цефом. Я хочу рискнуть. Да, ну что же, Пророк. Как-то уже очень опрометчиво ты действуешь. Ну, как же нам еще быть? Видимо, только так. Никаких улучшений для нано-костюма я тут что-то не обнаружил. Давайте двигаться дальше. И врага я тоже не замечаю. Ну, я думаю, сейчас будет, как всегда, огромная территория, которую нам придется зачищать долго и нудно. Кстати, нет, для оружия у нас никаких прибамбасов новых нету. 104 метра. Слишком легко пройти, странно. Наверное, сейчас вылезут Цефы, как всегда. Может, и еще что-нибудь, не знаю. Ох, не знаю, пока здесь ничего нету. Взломать? Мы что-то можем взломать. Давайте это взломаем. И что это? Коды взлома успешно. Так, и что у нас здесь лежит? DSJ на МК. Ну-ка, давайте поменяем. Пулемет, что ли? И взрывчатка. Ну, в общем... Да, пулеметик-то неплохой. Ну что, пригодится нам всяко. А для тихого убийства у нас всегда есть лучок, наш любимый. Они взорвут город. Все умрете. Все умрем. Кто это говорит? Как бы нам на него не нарваться. Давайте потихонечку пройдем. Чтобы нас никто не увидел. Так, какие у нас есть... Так, я присяду сейчас. Какие прибамбасы у нас есть для пулемета? В общем, прицел. Только есть хороший, в принципе, прицел. Ну-ка, посмотрим. Да, хорошо из него целится. О-о-о-о! Сколько тут у нас... ЦФов явно будет рядом с этой штуковиной. Ну, давайте визор включим и посмотрим. Где они тут все? Нужно добраться до... До этой фигни. Очень не напоминает второй кризис. Ну, прям вот честно. То же самое, по-моему. Те же самые задачи мы выполняли. Тоже там в центре какая-то была ерундовина, которую охраняли долго и нудно. А мы пытались все за ней... К ней пройти. По-тихому или не по-тихому. Тут уже по-разному. Давайте, пока у нас есть броня, уничтожайте этих уродов нашим тяжелым оружием. Благо оно у нас есть. И, в общем-то, неплохое, я вам скажу. Да! Красава! Как они от пулемета гибнут! Это просто... Просто чудесно! Перезарядимся, энергию установим. Плохо, можно особо не мучиться. Ох, как броня у нас потратилась. Ничего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чё это она нас атакует? Давайте цефовскую пушечку возьмём. Кстати, в подсказках прочитал, что если цефа взорвать, то экзоскелет сломается, и пушечку мы поюзать не сможем. Ладно, потом подберу. Но начало нужно повзаимодействовать. Теперь я понял. Я... Ох, как мне это не нравится. Пророк! Пророк! Ты там? Ты в порядке? Привет. Ух ты! Они тебя не атакуют. Боже. Они думают, что ты цеф. Нет. Не просто цеф. Они думают, что я альфа-цеф. Я альфа-цеф. Пророк! Пророк! Это слишком опасно! Ты превратишься в цефа! Пророк! Лорен! Нет! Нет! Я в порядке! Я в порядке! Ну что, давайте их перебьём уже! Я чувствую сверхразум. Он настолько... Сильный... Сильный... Вот оно! Их мысли и энергия одно и то же! Если бы я мог... Дерьмо! Что это? Настоящий альфа-цеф. О, нет! Уходи отсюда, пророк! Да что нас спалили! Как не вовремя! Тюха-тюха, прячемся! Где они? Давайте... Давайте убивать по одному! Оф ты, ё-моё! Граната! Минус один! Минус один! Да что ты несёшь-то, пророк! Сейчас нас убьют! Чёртов псих! Ну, да, у него... Мозги-то немного уже помешались. Из-за этого цеповского разума. Ну-ка, стой! Есть! Так, ещё кто-то остался? Фу, пока никого. Давайте пушку-то возьмём. Где-где-где-где пушечка? Пушечку сейчас подберём. Где она? Ну, убивали же столько их. Они взрываются всё ли всё? Кончено. Ё, это ещё кто? О-о-о, патроны кончились. Давайте невидимость включим. Ёлки-палки, он попал в нас, да? Он нас попал. Надо ему в спину заходить. Вдохни! Да почему же он не умирает-то? Самое мощное наше оружие использовали. А он не умирает всё равно. Так, опять невидимость включу. Нет, я тебя всё-таки прибью. Я не буду убегать, я тебя всё-таки прибью. Стой, 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 стой. Вот ты и сдохнешь сейчас. О, нет. Сваливаем. Ага, ну чё, потанцуем, гавнем? А я опять невидимый. Ха-ха-ха-ха. Да сдохни же ты! Чёртов урод, а! Бессмертный. Мне вообще какой-нибудь... Какой-нибудь плюс-то есть от того, что я его прибью? Но он уже искрит, смотрите. Давай, давай! Ху! Где этот жнец? Вот он. Вот теперь мы побегаем со жнецом. Вот это отличная пушечка. Ну, поглядите так. У неё режим огня? Да, у неё тоже режим огня меняется. Класс. Сколько нам нужно идти? Пророк, срочно сбежись со мной. Ситуация вышла из-под контроля. Не сработало. Но этот сверхразум Цефов чистая энергия. Если я позволю им чуть больше, я смогу забрать её себе. Пророк, вернись сюда и послушай. У нас летали по Архангелу. Он уже на переходной орбите. Выйдет на нас в течение часа. Целл эвакуировали. Остались только в небольшом комнате, в 5 километрах отсюда. Это, наверное, командный пункт путника. Проведи меня туда, и мы сможем убрать Архангела в небе. Слышишь меня, солдат? Да, мэм. М-да уж. Такой ли ты уже солдат, Пророк? Каким был раньше? Ох, не знаю я. Давайте зарядимся опять. Да что у нас с энергией? А мы броню включили. Я жду, чтобы она восстанавливалась. Она восстанавливаться не будет. Давайте опять проходить. Обязательно тут всех убивать. У нас куча модулей на нашу невидимость. Это отлично. И других тут не придумали. Кстати, нет. Конечно, очень мало модулей сделали. Действительно. По-моему, только всего то ли 4 можно набора, то ли 5 наборов сделать. В общем, мало наборов можно сделать. Так. Никто нас тут не постреляет? Вроде никто. Так. Надо в тот дом, наверное, проходить. 2 километра нам пилить до этой башни. Вот это поездочка будет, так сказать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уходим. Уходим, пока у нас не кончилось это оружие. Невидимость. И вообще. И вообще. Да, ну, 2 километра идти по городу. И, в общем-то, нам не сказано, где тут проходить. И где есть проход. И вообще ничего не сказано. И охотник нас видит, да? Уроды, давайте. Давай, 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 давай. Атакуй меня. Атакуй меня, я сказал. Вон как мы раскрутили нашу штучку. Готов. А у них-то нет ничего. Да выкинь его уже. Все. Он же бессмысленен. И я тут тоже. У него тоже нет патрона. У меня ни от чего нет патронов. О-оу. Вот это попал я. Вот это я попал. Вот это я попал, тут попал. На тебя, урод. Харюк твою. Сдохни. Да, да, да. Вот это бокс. Вот это бокс. Покажи класс. Давай, давай. Ах, ты гад. Повалил меня. На, на, на. Сейчас будем тебя боксировать до смерти, урод. Сдохни, сдохни. Сдохни. Сдохни, сволочь. Мало энергии. Очень мало энергии. Мало энергии. Что тут и говорить. Раз убить меня не могут, когда я без оружия. Получай, урод. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. На, на. На тебе в голову. Да еще тебе, еще тебе, еще, еще, еще сдохни. Давай, давай. Давай, давай, ну, убей его уже, наконец. Нет. Фу, последний остался. Вот и все. Я совсем забыл про лук. Вот я дурак, а. Ох, ё, я мог их с лукой убить, но это было, конечно, еще и весело. Как мне кажется. Так, куда нам идти? Два километра пилить? Понятия не имею, куда. Здесь мы пройти сможем? Наверное, нет. А где мы тогда пройти сможем? Может быть, на второй этаж нам нужно забраться? А тут прохода не... А, вот же он. Вот вроде проход, да? Окей. Идем, 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 идем. Пророк, это Клэр. Мой отряд. Цепы вывели в строй наш ПТС. Вы не... Пророк, нам нужна помощь. Я не знаю, что... Кажется, нам не выжить. Держись. Пять минут, хорошо? Всего пять минут. Сейчас, сейчас, сейчас мы придем. Ух ты! Ну что, похоже, нам придется прокатиться на машиночке на этой веселой. Но это мы сделаем уже в следующей части, дорогие друзья. На этом я заканчиваю восьмую часть моего прохождения по игре Crysis 3. Следующая часть будет, обещает, обещает быть очень, очень веселой. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось. С вами был Гидон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте, друзья. Всем спасибо и до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok